Я предлагаю с предельственным словом выступить директор армянской АЭС, Афсесса Гармиковича Барданянова. Как вы знаете, на площадке армянской атомной электростанции наше правительство готовится строить новые блоки. Как вы тоже знаете, правительство дал поручение с соответствующей группой специалистов в Армении, изучить весь рынок во всем мире, какие атомные станции есть, что можно выбирать и в дальнейшем продлить срок эксплуатации ядерной энергетики в Армении. У нас сейчас на столе есть предложение Росатома, очень важный документ, так скажем, на этом этапе. Чудкин 11 томов, где полностью... Это предтехнико-экономическое обоснование, где полностью изучили и площадку, и возможности энергосистемы, и мы несколько раз меняли компоновку. У меня есть в кабинете большой геймплан для площадки, не трогая безопасную эксплуатацию действующих блоков, действующего блока, так скажем, и для строительства новых блоков. Для вашей информации скажем, что на площадке выбраны два блока вверх, тысяча мегаватт, новые поколения 3+. На первом этапе строительства первого блока, а в дальнейшем, чтобы мы поставили место для второго блока. Для лентабельности, для эффективности работы блоков нужно, чтобы на каждой площадке были не менее двух блоков. Вы знаете, общеблочное оборудование есть, и для первого блока цена немножко другая, вторая уже намного меньше. И плюс еще большой опыт будет. Ну, есть и некоторые ограничения для площадки. Вы знаете, у нас есть проблемы охлаждающей воды, из-за этого мы решили выбрать сухие градины или там полусухие. В дальнейшем во время разработки проектов будем окончательно выбирать. Но для сухих градины это четыре. Выбираем для двух блоков четыре градины с высотой чуть больше двухсот метров. Это очень такая грандиозная здание, так скажем. Четыре градины будут для двух блоков, два градины для одного блока. Ну, если так взять, я сам был на Курской атомной электростанции, значит, коллеги организовали такой визы. Сам был на Новый Ура. Но в Воронежском, в Локе, когда-то еще, примерно, несколько лет назад, значит, во время этих строительств просто бум строителей на площадке. Столько людей, столько материалов. Ну, конкретно для градины это чуть ли не полтора-два года все наши строительные материалы могут уйти на эту зданию. Но есть еще второе ограничение, значит, сейчас наша энергосистема, конкретно сейчас, наша энергосистема немножко ограничивает очень такие большие блоки, большие мощности. Но в перспективе мы думаем, что можно, ну, так как и наше правительство сейчас гласит, что мы находимся на перекрестке наших соседних стран, можно и думать о соединении всех энергосистем с соседними странами и решить вопрос больших мощностей. Но я думаю, что наши коллеги, мы тоже думаем о маленьких блоках. Я знаю, что в гидропрессе были такие проекты, но еще не работающие, но были такие проекты, или убирая два парогенератора, иметь, скажем, мощность 600 мегалат. Или маленькие, маленькие блоки в России уже, строительство, в Альбом-Востоке, я как понял, начали. Так что можно по этой направлении тоже думать. В первую очередь, может быть, маленький блок будет, а потом нужные, большие.